Добрый день, уважаемые слушатели! Вашему вниманию представляю лекцию, посвященную нанотехнологическому продукту под названием «Квантовые точки» или, как его еще называют, «Искусственным атомом». В мире насыщенным техническими устройствами наноматериалы преднамеренно разрабатываются и синтезируются для конкретных применений в оптике, электронике, механике, медицине. В наши дни наноматериалы находят широкое применение в самой разнообразной продукции, например, в продуктах питания, косметике, средствах личной гигиены, противомикробных и дезинфицирующих средствах, одежде и электронных устройствах. Как известно, при уменьшении размера объемного тела до нанометрового хотя бы по одной из трех координат происходит резкое изменение свойств данного объекта. И в зависимости от того, в каком направлении мы уменьшаем размер объекта, выделяют следующие структуры. Квантовая яма. Движение электрона в данной структуре ограничено по одной координате. Квантовая нить. В данной структуре движение электрона ограничено уже по двум координатам. И квантовая точка. Это нольразмерная структура, в которой движение электрона ограничено по всем трем координатам. При уменьшении размера, где-то менее 100 нанометров, в нем начинают проявляться квантовые размерные эффекты Это связано с тем, что электроны, дырки или другие частицы, кваси-частицы начинают испытывать ограничения в движении в различных направлениях И таким образом происходит изменение свойств данной структуры, термодинамических свойств, генетических свойств Если уж говорить о квантовых точках, то их называют еще искусственными атомами Это кристаллы полупроводника с таким малым размером, что электроны в нем ограничены в движении в трех измерениях Но это сравнимо с лежащим в коробке мячиком, который может перемещаться между ее стенками Термин квантовая в данном случае подразумевает, что различные характеристики этой точки Например, оптические, электрические, меняются в зависимости от ее размера Квантовые точки впервые были получены еще в 1981 году Алексеем Якимовым Алексей Якимов обнаружил размерно-зависимые эффекты в полупроводниках, встроенных в стекло Ну а затем, позже, в 1985 году, Луисом Брюсом были получены квантовые точки в растворах Сам термин «квантовая точка» был предложен марком Рида Первыми квантовыми точками были микрокристаллы хлорида меди, которые выращены в стеклах В 1993 году появился метод синтеза квантовых точек из селенида кадмия в форме коллоидных нанокристаллов Где каждая квантовая точка представляет собой изолированный объект Данный метод предложил Мюррей Наиболее изучены квантовые точки на основе селенида кадмия Но с появлением законодательства, ограничивающего использование материалов на основе тяжелых металлов Технологии стали развиваться в сторону производства квантовых точек, не содержащих кадмий А сегодняшние же методы синтеза квантовых точек весьма разнообразны Предложена различная технология, которая позволяет использовать более совершенные и менее токсичные вещества Которые позволяют получать квантовые точки высокого качества Давайте выясним, почему же у нас происходит свечение квантовых точек Почему же они светятся? Для начала, размер квантовых точек это единица нанометров То есть миллиардная доля метра Поэтому одну квантовую точку нельзя увидеть невооруженным глазом Она в миллион раз меньше точек в школьной тетради Которыми карандаш обозначает концы геометрического отрезка Зато трудно не заметить россыпи квантовых точек в коллоидных растворах Жидкости разных цветов поражают своей яркостью, свечением При этом квантовые точки, растворенные во всех жидкостях, сделаны из одного и того же материала Отличаются они лишь своими размерами Именно от размера квантовых точек зависит цвет их излучения А значит и цвет, которым светится раствор Ну, они светятся почему? Вообще, что такое свечение? Свечение это поток фотонов, элементарных частиц нулевой массы, то есть невесомых И в зависимости от энергии летящего фотона Наш глаз воспринимает его полет как свет определенного цвета Вот, например, красный цвет мы видим при энергии фотона в диапазоне 1,68-1,98 электрон вольт Зеленый цвет создают фотоны энергии 2,19 в диапазоне 2,48 электрон вольт Квантовые точки испускают фотоны и потому и светятся От размера квантовых точек зависит цвет их излучения Ну, вообще, на всякий случай напомню Что существуют полупроводниковые квантовые точки И существуют эпидоксиальные квантовые точки Все зависит от способа их получения материала Так вот, если мы говорим о полупроводниковых квантовых точках То есть это полупроводниковый материал, грубо говоря, полупроводники Ну, а что такое полупроводники? Это вещества, которые проводят электрический ток хуже, чем проводники Лучше, проводники, например, металла Но при этом лучше, чем диэлектрики Ну, к диэлектрикам вспомним, какие материалы относятся Это дерево, пластмасса Способность полупроводника проводить ток Сильно возрастает при повышении температуры окружающей среды И при облучении полупроводника, например, солнечным светом Это происходит потому, что с ростом температуры Электроны, летающие на орбитах атомов полупроводника Получают дополнительную энергию Ну вот, если вспомнить, из чего состоит атом Атом состоит из электронов и ядра Электроны вращаются вокруг ядра Так вот, здесь приведен пример строения Атомного строения углерода Так вот, свет добавляет энергии электрон Получив импульс энергии, например Электроны становятся настолько сильными, что могут разорвать связь с этой орбитой Где они летали И выскочить за пределы атома На орбите тогда, на самой орбите Останется пустое место, дырка И эта дырка становится носителем положительного заряда Ну, поскольку атом был нейтральным до того, как отпустил от себя электрон А электрон заряжен отрицательно Если освободившись от связи атом От связи с атомом электрон Израсходует свою энергию Он может вернуться обратно в свою орбиту Заполнив в этом случае дырку И рекомбинация электрона и дырки Производит фотон То есть, производит квант света Вот от чего квантовые точки светятся Ну, то есть, флуоресцируют Чтобы квантовые точки обладали уникальными свойствами А именно, высокой эффективностью люминесценции Необходимо, чтобы выполнялся ряд требований к данным частицам Частицы должны иметь узкое распределение по размерам То есть, должны быть одинакового размера Необходимо, чтобы между ними отсутствовала галморация То есть, чтобы они не слипались Для выполнения этой задачи Квантовые точки покрывают молекулами стабилизатора И, соответственно, к стабилизаторам Также предъявляется ряд требований Молекулы стабилизатора должны иметь Длинную углеводородную цепь Что предотвратит агломерацию частиц То есть, слипание частиц при их соударении Ну и также поверхностно-активное вещество Которое выступает в качестве шубы И покрывает частицу Частицу, например, квантовой точки Поверхностно-активное вещество Должно быть схоже с растворителем Если мы говорим о получении, например, квантовых точек В среде, в какой-то жидкой среде Растворителем может быть, например, вода Может быть, любой органический растворитель Декан, гептан и ряд других растворителей Которые можно еще привести Ну, в первую очередь, квантовые точки Представляют практический интерес Как люминесцентные материалы Ну, что такое люминесценция Люминесценция – это, прежде всего, не тепловое свечение Подчеркиваю это слово Потому что в нее происходит нагрев Происходящее после поглощения И энергии возбуждения Такое излучение должно обладать длительностью Конечной длительностью, то есть времени Которое составляет примерно 10-10 секунд и больше Вообще, если вспомнить люминесценцию То понятие люминесценция возникло примерно в 17 веке Одновременно с открытием фосфора Белый фосфор обладает люминесценцией Которая проявляется в результате его кисления Ну, люминесценции могут обладать и живые существа И объекты неживой природы К люминесценции относятся такие процессы, как Северное сияние, свечение светлячков, свечение морской воды Ну, прежде всего, светится, конечно, не морская вода А светятся проживающие там планктоны А свечение может быть вызвано различными видами Источниками возбуждения Ну, например, энергии химической реакции Ионизирующие излучение и так далее По времени свечения люминесценцию делят на флоресценцию В этом случае время жизни составляет 10-11-10-6 секунд Ну, а если мы говорим о квантовых точках То квантовые точки, они флоресцируют Соответственно, и время жизни у них составляет 10-11-10-6 секунд При облучении света электрон с более низших энергетических уровней Переходит на более высокие энергетические уровни На данном рисунке это можно видеть Данный процесс, соответственно, называется поглощением После этого происходит процесс релаксации А затем электрон вновь возвращается на уровень, лежащий ниже С испусканием энергии С испусканием, получается, фотонов И в ходе чего мы и наблюдаем процесс флоресценции То есть, еще раз говорю, свечение Часть энергии расходуется в результате без излучательных процессов То есть, происходит потеря энергии в этом случае Это какие процессы? Это, например, колебательная релаксация Это внутренняя конверсия Квантовые точки характеризуются квантовым выходом Квантовый выход – это отношение количества излученных фотонов Количества поглощенных То есть, он показывает, с какой эффективностью происходит процесс флоресценции На рисунке справа вы можете увидеть спектр поглощения и флоресценции И разница длин волк, максимум спектра поглощения и флоресценции, называется стоксовым сдвигом По материалу, из которого изготавливают квантовые точки, выделяют следующие типы Это полупроводниковые и травскитные квантовые точки В свою очередь, полупроводниковые тоже разделяют по зонности структуры Это широкозонные, узкозонные, среднезонные В основном это соединения типа А2В6, А3В5, А2В4, как мы видим Но и несложно определить их состав Например, оксид цинка, соединение А2В6 Ну и так далее, можно привести ряд других примеров В настоящее время большое внимание привлекают травскитные квантовые точки Интерес к этим объектам вызван тоже не просто так Дело в том, что травскитные квантовые точки обладают большей интенсивностью флуоресценции И квантовый выход у них может достигать 90% Что не характерно для полупроводниковых квантовых точек Рассмотрим хронологию развития знаний и применения травскитных квантовых точек После открытия минерала травскита и успешного синтеза соединения в XIX веке Началось бурное внедрение материалов в современное на то время технологию Пироскитные материалы начали применять в электронике Именно создавали на их основе резисторы И они нашли применение в создании конденсаторов В частности, следует отметить материал титанат-барри Который нашел применение в конденсаторах, резисторах Также были обнаружены пьезоэлектрические свойства в некоторых соединениях Позже, в 1960 году, создали твердый электролит для топливного элемента Создали первый стеклянный сенсор на оксидных пироскитах Было получено первое органно-неорганическое соединение со структурой пироскита Настоящим прорывом был 1980-2000 год Когда были созданы первые лазеры на пироскитных кристаллах Первый сверхпроводник с пироскитной структурой Которые нашли применение в электронике и оптоэлектронике На данном слайде представлена пироскитная структура состава АВХ3 Как видно, ионы В окружены октаэдром из ионов Х В то время как ионы АНО располагаются в пустотах между октаэдрами Минерал пироскит представлен на рисунке с правой стороны Посмотрите, как он выглядит, а также представлена сфера применения данного рода материала На данном слайде несколько в ином виде представлена структура пироскита И этот рисунок очень четко показывает расположение ионов А в структуре В качестве ионов Х могут выступать как ионы кислорода, так и галогенида Например, хлор, бром, йод В случае, когда в качестве ионов Х выступает кислород, то А и В, катионы, обязаны иметь заряд плюс 6 Откуда и берется некоторое разнообразие в степенях окисления Также в качестве ионов Х могут выступать галогениды, такие как хлорид, бромид, едид В качестве катиона В может подходить, например, свинец, олова Пироскитные квантовые точки разного состава способны излучать свет в разном диапазоне Вот если в качестве ионов А мы будем использовать цезий, ионов В мы будем использовать свинец А в качестве анионов будем использовать хлор, бром, йод То в зависимости от того, какой анион, цвет так и будет меняться Если у нас в соединении присутствует ион хлора, хлор-3 То в этом случае мы видим цвет раствора фиолетовый Если меняем ион хлора на ион бром, то у нас цвет становится зеленым А когда у нас часть брома и часть хлора, то цвет мы видим бирюзовый Ну а далее, изменяя опять-таки состав, замещая бром на йод, то цвет начинает меняться Сначала желтый, потом он приобретает оранжевый оттенок И чем больше меняем, тем цвет меняется в сторону красного И это вообще позволяет очень точно попадать в цвет алюминисценции Например, в производстве светодиодов О преимуществах перовскитных квантовых точек Я упомянула, прежде всего, перовскитные квантовые точки Обладают более интенсивной флуоресценцией И имеют очень хорошее значение квантового выхода Перовскитные квантовые точки также проявляют высокую частоту света И способны флуоресцировать даже при размерах частиц Более чем 10 нанометров Что не скажешь о полупроводниковых квантовых точках Которые проявляют те же самые свойства С размерами, соизмеримыми с радиусом экситона-бора То есть, когда размеры у них очень маленькие Порядка 5-7 нанометров Следует также сказать, что кроме состава и размера Серьезное влияние на свойства квантовых точек Будет оказывать их форму В основном, получается, сферические квантовые точки И они имеют, соответственно, большее практическое применение Они наиболее просты в изготовлении Есть еще и эллипсоидальные квантовые точки То есть, это нанокристаллы, которые имеют вытянутую форму И вытянутые они в одном направлении В зависимости от того, как они вытянуты Мы, соответственно, задаем такой параметр, как коэффициент эллиптичности И чем больше, соответственно, коэффициент эллиптичности Тем данный кристалл, ну, например, коэффициент эллиптичности больше 50 То данный тип нанокристаллов вообще можно назвать нитями Нанонитями Есть еще нанокристаллы со сложной геометрией Например, тетроподы И с практической точки зрения они могут найти применение, например, как молекулярные переключатели Если говорить об эллипсоидальных квантовых точках То они могут применяться как источники поляризованного излучения Чтобы увеличить эффективность люминесценции Необходимо пассивировать оборванные связи на поверхности частиц Обычно для этого квантовые точки покрывают оболочкой из другого полупроводникового материала Но, чтобы было понятно Мы берем квантовую точку, условно говоря Получаем квантовые точки в лаборатории Стабилизируем, то есть покрываем их Это делаем для того, чтобы предотвратить агрегацию То есть слепание частиц, если они находятся в растворе Что мы можем наблюдать? Мы можем наблюдать следующее Что не всегда поверхностно-активное вещество Оно обволакивает полностью квантовую точку То есть на поверхности могут быть обрывы Могут быть оборванные связи И в этом случае эффективность люминесценции Из-за вот этих оборванных связей падает И обычно, что делают в таком случае? Обычно пассивируют оборванные связи Что значит пассиваться? Значит, берут другой материал И этот материал наносят на поверхность квантовых точек Еще, то есть помимо поверхностно-активного вещества На поверхности может быть еще одно соединение Так вот, что значит пассивация оборванных связей На поверхности квантовых точек? Ну, значит, пассивировать можно, например, покрыть квантовую точку Если покрыть квантовую точку одного материала Например, кадмиселинит Покрыть кадмиселинит оболочкой из кадмисульфида Вот мы производим процесс пассивации Но здесь тоже важно не переусердствовать Дело в том, что оптимальная толщина оболочки Для получения максимального квантового выхода структуры Составляет где-то порядка 1-2 монослоя То есть оболочка должна эффективно пассивировать поверхностное состояние И обеспечивать локализацию носителей заряда в ядре Но при большей толщине начинает сказываться эффект Рассогласовывания кристаллических решеток Двух материалов Ведь мы сказали, что вот если берем материал квантовой точки Из кадмиселинита, а покрываем кадмисульфид Согласитесь, что это два разных материала То этих двух разных материалов и кристаллические решетки тоже разные И когда мы покрываем один материал другим с очень большим слоем Происходит рассогласовывание кристаллической решетки И это приводит к механическим напряжениям И соответственно приводит к дефектам Образуются дефекты на поверхности В этом случае снижается квантовый выход Поэтому важно не переусердствовать Задавать такую толщину, чтобы этого не происходило По способу синтеза различают Эпитоксиальные и коллоидные квантовые точки К первой группе относится Получение структур с появлением квантово-размерных свойств Методами классической твердотельной электроники Например, эпитоксиальный рост квантовых точек на подложке Твердотельной подложке А ко второй группе методов относятся Способом, который позволяет получать коллоидные растворы Квантовых точек Одним из способов синтеза квантовых точек Является метод молекулярно-лучевой эпитоксии Он позволяет выращивать квантовые точки На тщательно очищенных подложках С разбросом по размерам в пределах 2-3% В основе лежит испарение напыляемого материала в вакуумной камеры Под действием температур, высоких температур Ну или направленного электронного пучка Испаряемое вещество, оно саждается на подложке Образуя кристаллический слой Несмотря на то, что идея очень простая Реализация данного метода требует чрезвычайно сложных решений Этот метод имеет преимущество Во-первых, частота напыляемого слоя очень высокая Малое количество дефектов Хорошая точность, воспроизводимость Но, однако, есть и недостаток этого метода Очень малая скорость роста слоя Это ограничивает применение этого метода в промышленных масштабах Метод коллоидного синтеза Преимуществом коллоидного метода синтеза квантовых точек Является возможность создания квантовых точек в виде коллоидного раствора Что увеличивает границы в применимости Кроме того, возможным становится изменять форму квантовых точек Парьировать их состав в более широком диапазоне И данный метод позволяет контролировать процесс роста наночастиц На данном слайде представлена схема получения коллоидных квантовых точек методом целосаждения Этот метод и об особенностях этого метода Сегодня вы услышите на мастер-классе Который будет проводить аспирант нашей кафедры наноматериалов и нанотехнологии Степана Вульяна И более подробно о всех тонкостях и нюансах этого метода Она вам сегодня расскажет Ну, коль говорить о методе целосаждения То в этом методе используют обязательно стартовый реагент Используют осадитель Вот если мы, допустим, будем получать коллоидные квантовые точки состава селинит-кадмия То стартовым реагентом будет вещество, которое содержит кадмий А осадителем может быть соединение, которое в своем составе будет содержать селе Ну, а чуть более позже вам продемонстрируют процесс получения подобного рода соединения На данном слайде представлена линейка квантовых точек, как раз-таки полученных методом осаждения И мы видим, что в зависимости от размера цвет коллоидного раствора меняется От желтого до ярко-красного цвета На данном слайде представлена микрофотография, полученная методом просвечивающей электронной микроскопии Как мы сказали ранее, коллоидные квантовые точки невооруженным глазом, конечно же, не разглядеть Для этого нужны более серьезные методы, приборы, которые позволяют их разглядеть И действительно определить, что средний размер их составляет порядка 2-3-5 нанометров соответственно Вот здесь представлена микрофотография квантовых точек, размер которых составляет порядка 3 нанометров Коллоидные квантовые точки находят применение во многих областях науки и техники На основе коллоидных квантовых точек можно изготавливать композиты Например, нанокомпозиты, которые содержат квантовые точки Такие как, например, сульфид цинка, селинит кадмия, селинит телурид кадмия и так далее Может обладать хорошими полупроводниковыми люминесцентами и другими свойствами Одним из актуальных направлений электроники является создание полимерных активных сред Это перестраиваемых лазеров на основе полимеров, например, эпоксидных смол Рассмотрим некоторые области применения коллоидных квантовых точек Флуоресцентная визуализация, как мы знаем, является популярной методикой, которая используется и в биологии, и в медицине Квантовые точки стали применяться в качестве альтернативы традиционным флуоресцентным агентам, таким как органические красители Одним из основных преимуществ квантовых точек является мультиплектность детекции, возможная из-за узких спектров флуоресценции квантовых точек разных размеров При возбуждении светом одной длины волны и высокая, соответственно, яркость футориминесценции Когда мы говорим о том, что квантовые точки могут применяться в качестве альтернативы традиционным флуоресцентным агентам, таким как органические красители, дело в том, что органические красители со временем выгорают, что не скажешь о квантовых точек. Благодаря тому, что еще на поверхность квантовых точек можно еще наносить биологические маркеры, фрагменты, ДНК, например, РНК, то их можно использовать в качестве контраста в биологических исследованиях и в диагностике, например, рака на ранних стадиях, когда опухоль еще вообще не определяется никакими стандартными методами диагностики. Квантовые точки могут быть применимы и используются для создания светодиодов. Особенно следует отметить в этом случае перовскитные квантовые точки, которые четко попадают в цвет фотолюминесценции, если задавать состав перовскитных квантовых точек. На основе квантовых точек разрабатываются и дисплеи, QLED-технология, так называемая. Благодаря этой технологии Quantum Light Emitting Detection, благодаря, если это расшифровать, благодаря этой технологии возможно сократить энергоопотребление дисплея, увеличить световой поток по сравнению с LED-экранами. На сегодняшний момент, и нам всем известно, что разрабатывают LED-экраны, а заменяя обычные LED-экраны на QLED-экраны Quantum, то есть содержащие квантовые точки, удается получать более сочные цвета, четкую светопередачу, возможно делать экраны сверхтонкими, гибкими. Следует сказать, что даже компания LG еще в 2010 году создала первые прототипы дисплеев на основе квантовых точек. В 2015 году разработала технология, значит, в 2015 году компания TPV Technology разработала и выпустила в продажу первый монитор на базе квантовых точек. И в настоящее время жидкокристаллические панели с квантовыми точками устанавливают свои телевизоры. Samsung, LG, Electronics, Sony, ну и ряд других компаний. На основе квантовых точек также разработано несколько моделей тонкоплёночных солнечных батарей, которые, в принципе, как мы знаем, преобразуют солнечную энергию и постоянный электрический ток. На основе квантовых точек изготавливают и лазеры. В этом случае у лазеров лучшие характеристики по полосе частот, интенсивности шума, они менее чувствительны к изменениям температуры. На основе квантовых точек можно создавать даже ультрафиолетовые чернила, которые могут защитить документы и изделия от фальсификации. Ценные бумаги, банкроты, удостоверение личности, штампы и так далее. Благодаря тому, что жидкая основа может быть водной или ультрафиолетово-отверждаемой, то при помощи чернил с квантовыми точками можно маркировать практически любые объекты для бумажных и других впитывающих основ. Ну и что хотелось бы добавить в заключение. Во-первых, то, что квантовые точки не засиживаются на стадии исследований. На основе нанокристаллов активно разрабатываются, практически применяются конкретные приборы. Разрабатываются конкретные приборы. Хочется вспомнить наших соотечественников, а не только приводить дисплеи компании LG, Sony. Наши соотечественники из института МИФИ сейчас создают целую серию устройств, которые способны детектировать одновременно большое количество патогенов. Эти устройства смогут определять целый ряд инфекций только по одной пробе воздуха. И даже планируется выпустить пилотную серию таких приборов в этом году. Спасибо вам за внимание. Далее моя коллега, моя сотрудница Ульяна Степанова покажет вам мастер-класс по получению коллоидных квантовых точек со структурой селенид-кадмия. Спасибо вам за внимание. До свидания. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Ильяна, и сегодня я вам покажу мастер-класс по получению таких, казалось бы, сложных объектов, как коллоидные точки, довольно простым способом, которого можно реализовать в лабораторных условиях. Как говорилось на лекции, существуют различные способы получения квантовых точек. Обычно их представляют на твердофазные методы получения квантовых точек и жидкофазные методы получения квантовых точек. Наиболее популярными из жидкофазных методов получения квантовых точек является метод горячей инжекции, или по-другому он называется метод молекулярных прикурсеров, а также метод осаждения. Метод горячей инжекции требует сложного технического оборудования, инертной атмосферы, высоких температур, порядка 200-300 градусов Цельсия, что затрудняет поведение эксперимента. Метод осаждения является низкотемпературным методом синтеза квантовых точек. Он довольно прост и требует нагрева до высоких температур. не требует создания инертной атмосферы. Именно поэтому сегодня мы с вами будем получать квантовые точки этим методом. В ходе нашей сегодняшней лабораторной работы мы будем получать квантовые точки сильнее декадми. Метод осаждения позволяет получить квантовые точки сильнее декадми с размерами от 2 нм до 6 нм. мы будем получать квантовые точки в дисперсии. То есть они у нас будут находиться в жидкой среде. Для синтеза квантовых точек используются различные растворители при синтезе методом осаждения. это может быть водно-этанольная смесь, диетеренглиполь или глицерин. Для синтеза квантовых точек маленьких размеров от 2 до 2,5 нм обычно используется водно-этанольная смесь. Для синтеза квантовых точек с размерами от 2,5 нм до 3 нм используется диетеренглиполь. А для синтеза квантовых точек с размерами более 3 нм используют глицерин. Сегодня мы будем получать с вами квантовые точки сильнее декадми с размером около 2 нм. Нам понадобится хроническая колба, в которой мы уже засыпали гидроксид, навеска гидроксид натрия. Так, деслированная вода. Спирт. Алиновая кислота. Дегидрат от стата кадмия. Силеносульфат натрия. И гиптар. Первым делом. В конечную колбу помещается навеска гидроксида натрия. Отпускаем магнитную мешалку. И добавляем 10 миллилитров терророванной воды и 30 миллилитров этанола. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 500-600 оборотов вывода. Ставим термопару, чтобы контролировать температуру сипов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 50 градусов Цельсия, после чего мы будем добавлять олеиновую кислоту и дегидрат стататокатный. Для чего нам нужна олеиновая кислота? Олеиновая кислота является стабилизатором квантовых точек. Как вы видите, вот эти большие молекулы являются стабилизаторами. Стабилизаторы обычно выступают в молекулы поверхностно-активных веществ, которые покрывают квантовые точки и не дают им агрегировать и вслепаться. Так как они очень маленького размера, нанокристаллы, у них очень высокая реакционная способность. Из-за этого их надо стабилизировать, покрывать молекулы рапа, чтобы предотвратить агрегацию нанокристаллов, то есть их вслепание и взаимодействие с другими веществами. Так, дегидрат ацетата кармия является прекурсором кармия. То есть, что такое вообще прекурсор? Прекурсор – это вещество, которое участвует в реакции и принимает участие в получении конечного продукта. То есть, является целевым исходным веществом для получения конечного продукта. Так, дегидрат ацетата кармия будет прекурсором кармия, который будет поставлять нам, так скажем, хионы кармия для синтеза наших мантовых точек. Теперь поговорим о нашем объекте сегодняшней лабораторной работы – это сильмид кармия. Вообще, что это такое? Это неорганическое соединение, которое состоит из атомов кармии и атомов сегена. Селинит кармия является полупроводником, то есть, мы с вами сегодня получаем полупроводниковые квантовые точки. По макроскопических размерам селинит кармия представляет собой темно-красные кристаллы. Селинит кармия является токсичным, поэтому использование его в медицине не представляется возможным из-за его токсичности. Поэтому квантовые точки на основе селинита кармия используются в электронике для создания различных светодиодов, лазеров, для изготовления солнечных батарей. Так, ну, уже почти у нас нагрелась наша реакционная смесь до 50 градусов. И сейчас мы будем вводить 10 мл. олеевой кислоты. После введения олеевой кислоты мы должны убедиться, что раствор, который у нас находится в футболке, реакционная смесь стала прозрачным, после чего мы будем вносить при курсе кармия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть эксперты. Температура синтеза, вообще образования квантовых точек селинит и калмия. Вообще, что будет происходить в реакционной смеси, когда мы будем... После того, как температура достигнет 60 градусов Цельсия, мы будем вносить при курсор Силена. При курсором Силена у нас является селиносульфат натрия. На рисунке тут представлена вообще схема человека, Получение квантовых точек сермида кармия у нас получается при курсорах кармия будет визжаться алиат кармия. То есть вот мы сначала вводили алииную кислоту, потом вводение при курсорах кармия образовывалась в реакционной смеси алиат кармия. Получается такая соль. И после того, как температура достигнет 60 градусов, мы будем вносить силиносульфат натрия. Он выступает при курсорах силина и сразу же будут образовываться нанокристаллы силимида кармия. Затем мы будем их помещать в термостат для того, чтобы они доросли нам до нужного размера. Силиносульфат натрия мы его готовили заранее. Для этого необходимо навеску сульфита натрия и металлического порошка силина поместить в колбу, налить в силировку воды. И поддерживая при кипении в течение нескольких часов, ждать, пока растворится силин в получившейся смесь. И как только силин растворится, мы понимаем, что мы получили силиносульфат натрия. Во-первых, это длительный процесс. Во-вторых, силина сульфат натрия очень легко окисляется, поэтому необходимо его готовить либо непосредственно перед синтезом, либо максимально приближенно, чтобы это было к синтезу, и плотно закрывать, чтобы не было попадания воздуха, чтобы он не окислялся. После, что еще рассказать, поговорим вообще, чем уникален силинит кармия, в чем у вас уникальные свойства. Он способен люминсировать во всем видимом диапазоне от синего-сине-зеленого до красного цвета. Для этого необходимо всего лишь изменить размер нанокристалла. Как мы с вами сегодня получим, нанокристаллы с размерами 2 нанометра, это синий-зеленый цвет, 3 это желтый, 4 это будет оранжево-красный, 5-6 это будет красный цвет свечения квантовых точек. В водной тональной смеси, в которой мы сейчас с вами получаем квантовые точки, лучше всего получать, можно получать различный размер нанокристаллы, и до 5 нанометров изменяет температуру синтеза квантовых точек. Однако, для более крупных, больше чем 2,5 нанометра, лучше использовать уже диэтиленгликоль, либо глицерин, так как в водной тональной смеси высокая температура начинает вносить слишком большой разброс в нанокристаллах по размерам. Например, это, что ухудшает фотолеминсцентные свойства, полученные в квантовых точек. Если проводить синтез уже более точек, диэтиленгликоли или глицерине, тогда получаются более монодисперсные системы и с меньшими дефектами люминесценции. Температура практически достигла 60 градусов. Продолжение следует... Продолжение следует... После введения синтеза натрия мы с вами будем наблюдать изменение окраски на лимонно-желтый цвет. И это будет нам говорить о том, что у нас образовались квантовые точки цели и деканта. Вообще, уже как мы расстанавливались на лекции, можно получать различные квантовые точки. Это могут быть полупроводниковые, перовскидные и углеродные квантовые точки. Полупроводниковые квантовые точки изготовлены из материалов, как селеницинка, сульфицинка, селеницкармия, сульфидкармия, сульфид свинца. Они разделяются на широкозонные полупроводниковые квантовые точки, среднезонные полупроводниковые квантовые точки и узкозонные полупроводниковые квантовые точки. Перовскидные квантовые точки изготовлены из соединений со структурой перовскид. Перовскид – это минерал кальций-титан-3, поэтому соединение, которое обладает такой же структурой, как перовскид. Полупроводные квантовые точки – это квантовые точки, состоящие из атомов вибридов. Так, ну, температура у нас 60 градусов, и мы будем вводить прибор с арсиона. Сразу видим сменение окраски. Продолжение следует... Магнитный мешал, магнитной палочкой достаем, магнитный мешай. Закрываем фольгой. Помещаем в термостат. Если мы будем термостатировать 48 часов, то размер квантовых точек составит где-то 2,4 нанометра. Но при такой долгой выдержке термостатирования размер меняется незначительно, то есть всего лишь на 0,5 нанометра. Поэтому лимитирующим фактором, который влияет на размер квантовых точек, все-таки является температура, которая позволяет получить... с увеличением температуры увеличивается размер квантовых точек. Мы можем получить более большие квантовые точки при увеличении температуры. После того, как мы термостатируем полученную уже реакционную смесь, которая содержит квантовые точки, мы будем экстрагировать наши квантовые точки из растворителя, который у нас является водно-этанольная смесь, в кептан и потом их переосаждать для очистки от оставшихся прикурсоров, которые находятся в среде. Продолжение следует... ...и обходим. 40 мл кептана, в который мы будем добавлять в раствор с квантовым точек. Мерным цилиндром отмеряем 40 мл. и приливаем. Вот полученный квантовый точек. Перемешиваем. И сливаем в растворительную форму. Продолжение следует... ...необходимо дождаться расслоения полученной жидкости на две фазы. Нижняя фаза будет содержать остаточные прикурсоры и непререагировшие вещества, а верхняя часть будет содержать квантовые точки в растворе гептана. Продолжение следует... Как мы видим, уже начинается разделение квантовой точки в гектане, переходит в верхний слой, а все, что внизу, это остается водно-этанольная смесь с остаточными припульсами. Надо дождаться, пока полностью исчезнет, практически должен стать прозрачным. И тогда нам надо будет слить нижний слой и совсем капельку верхнего, чтобы уже готовый раствор не попали в ненужные нам вещества. Я думаю, что уже достаточно расслоилось вид на границу раздела двух фаз, и мы слипаем нижний слой. Теперь мы будем переослаждать наши квантовые точки. Для этого используется центрифуга. Нам необходимо будет... Несколько миллилитров полученного раствора, это может быть на ваше усмотрение. Главное, чтобы соотношение квантовых точек в гектане и спирта, который будет осаждать наши квантовые точки, было 1 к 2 или 1 к 3. Добавляем пробирки для центрифуги. Добавляем пробирки для центрифуги. Добавляем пробирки для центрифуги. Добавляем пробирки для центрифуги. На центрифуге все пробирки, которые будут там крутиться, должны быть одинаковым объемом. Если такого не будет, то центрифуга не будет работать. После этого мы помещаем это в центрифугу и где-то на 10 минут при оборотах, 3 споролобины 1000 оборотов в минуту. Мы уже подготовили заранее, отцентрифигировали полученные квантовые точки. И что мы должны получить после центрифигирования? Вот у нас осадок получается остается, а наверху это можно спокойно сливать, это нам не надо. После того, как это все хорошо следили и у нас остался только один сухой осадок квантовых точек, мы будем растворять снова гипталин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь нам надо проверить фотолюминесцентные свойства наших полученных квантовых точек. Для этого используются различные методы, спектрофлуометрия и всякие разные другие. Но один из самых простых это посветить ультрафиолетовому фонарику. И вот мы видим ярко-зеленое свечение, которое говорит нам, что у нас действительно в растворе находятся квантовые точки. А теперь мы также можем посмотреть на линейку квантовых точек, которая была получена на Амираль, различных настворителей. И изменяются цвета свечения. Тут зелено-желтого, оранжевый и здесь красный и прям ярко-красный. В образце, который светится ярко-красным цветом, здесь квантовые точки со структурой ядро оболочка. Оболочка позволяет пассивировать поверхность квантовой точки, уменьшить дефекты на поверхности квантовых точек и увеличить, тем самым улучшить лиминесцентные свойства и увеличить квантовый выход точек. Поэтому наблюдаем более яркое свечение данного образца по сравнению с остальными. Все, спасибо за внимание.